Буква В. В – третья буква русского алфавита. Представляет собой вариант соответствующей буквы В в виде старославянского кириллического алфавита. По начертанию эта буква в глаголице выглядит так. Так же, как и в кириллице, восходит в греческой букве β. В кириллице В обозначает числа. В со знаком титла – двойка. В со знаком снизу слева – две тысячи. В в круге – двадцать тысяч. В в круге из точек – двести тысяч. В в круге из запятых – два миллиона. В глаголическом алфавите буква В обозначает число три. Толстой Алексей Константинович. Родился в 1817-м, умер в 1875-м году. Толстой Алексей Константинович – талантливый русский поэт и писатель. Он родился в Петербурге в семье графа Константина Петровича Толстого. Мать – Анна Алексеевна Перовская. Детские годы Толстой провел в имении «Красный рог» своего дяди Алексея Алексеевича Перовского, печатавшегося под псевдонимом Антоний Погорельский. В восьмилетнем возрасте Алексей вместе с матерью возвращается в Петербург. Там он знакомится с цесаревичем Александром, будущим императором Александром II. Эта дружба сохранилась на долгие годы. Через год Толстой вместе с матерью впервые едут за границу. В Эймаре они посетили престарелого Гёте. В Италии знакомились с памятниками искусства. В 1834 году Алексей Константинович поступил на службу в Московский архив Министерства иностранных дел, а с 1837 года служил в русской миссии во Франкфурте-на-Майне. В 1856 году, ставший императором, Александр II назначил Толстого флигель-адъютантом, а затем егермейстером. Сам Толстой хотел быть только художником, всячески уклоняясь от предлагаемых ему возможностей в карьерном росте. С детских лет Толстой писал стихи. В 1841 году он опубликовал фантастическую повесть «Упырь», в которой Виссарион Григорьевич Белинский обнаружил все признаки молодого, но тем не менее замечательного дарования. Толстой вместе с братьями Жемчужниковыми создали цикл шуточных стихов, приписав их вымышленному персонажу Казьме Пруткову. В сатирическом жанре написаны им стихи «Сон Попова» и стихотворные «Истории государства российского от Гастомысла до Тимашева». Драматическая трилогия Толстого, пьесы «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис» – лучшая драматургия писателя. Пьесы до сих пор входят в репертуар современных театров благодаря ярко очерченному характерам, искусно завязанным конфликтам и колоритному языку. Лирику Толстого отличает изящество и живописность поэтической манеры, тонкое мастерство передачи чувств. Этим объясняется интерес к творчеству Алексея Константиновича со стороны крупнейших русских композиторов, создавших романсы и песни на его стихи.